Начинаем с самого очевидного. Твой первый МЧМ успел ощутить, что это такое? Какие вообще эмоции? Да, в полной мере, наверное, нет еще, как бы, чем две игры прошло. Думал, получится ощутить полностью, что это такое, как это, играть в новогоднюю ночь, все такое. Сложилось так, как сложилось, забыл, дальше работаю. Прям забыл? Ну, а что делать? Конечно, было волнение какое-то. Перед первой игрой азар какой-то был, за страну бились, но все уже, сколько уже, две недели прошло после отмены, так что надо забыть про это. Надеюсь, что в следующем году получше будет. А на перенос не надеешься, что вот летом удастся сыграть? Там много же факторов, чтобы сыграть. Конечно, хотелось бы, но моего желания мало, чтобы я хотел сыграть. Как там их эфре решить, так и будет. Как-то к этому по-другому готовиться надо, или в принципе, лично для тебя никакой разницы нет, ты готов? Ну, летом это... Презезонная подготовка, наверное, надо будет менять все. Вот, и игр не будет. Тяжелее, наверное, будет входить в игроварит. Ну, поживем, увидим, как это все будет выглядеть. Как узнал, что все закончено? Мысли были, что когда Финляндию и Чехию отменили, я уже подумал, ну все, значит, сейчас еще у кого-то будет положительный, и все, турнир не будет. Ну, так и случилось. А как узнал, что ты заболел? Позвонили, сказали. Что за эмоции? Да они... Расстроился, конечно, уже дома себя представлял. Сильно они расстроились из-за этого. А когда сказали, что теперь еще вот, ну, 10 дней надо здесь сидеть, и остаетесь, вот вы вдвоем-то врач? Да, я думаю, что это 10 дней ада будет просто. Номер, и все можно для осени делать. Ну, нормально так прошли, быстренько. Ну, не прям, как пули, но все равно. Рассчитывал, что прям потянуться будет не этих. Ну, мы прошли, слава богу, поменьше так. Не заметил, можно даже сказать. Парни поддерживали, не знаю, там, книги оставляли, приставку. Нет, никто приставки не брал. Да, я думаю, что, ну, никому не хотелось бы наказаться на нашем месте. Вот, они поддерживали, там, все кривили, не расстраивайся, что бывает. Просто переживи это, и дальше все лучше будет. Ну, команда была у нас одна, вот поэтому, для того, чтобы все поддерживали меня и Матвея. А вообще со стороны много поддержки было? Да. Не ожидал, что такая новость вызовет столько, как бы, хороших и позитивных слов в мой адрес. Ну, команды мои, там, пацаны писали, поддерживали. Главный тренер, Илья Петрович, тоже писал. Ты прилетел домой, что сразу же сделал? Ну, прилетел я в 6 утра и приехали с папой домой. Спать не лег, потому что в самолете спал. Не хотелось, как-то особо. Поэтому часик полежал и прошел, маминых пельменей, поем. И как? Соспутился? Да. Вместе с пересадками 16 часов, и ты прилетаешь, поел пельменей, а потом на тренировку? Да. Как-то очень все жестко. Да не, нормально, покатался. Форму-то надо, наверное, набирать как-то. Ну, ощущения, наверное, явно другие были, не как обычно. Ну, да, такое состояние было немножко потеряно какое-то. И... Ну, вышел с тренировки, ну, сразу мне просто сон начало. Я даже еще не поел. Ну, просто отрубать начало вот. Там в зале поделывающее упражнение, приехал домой и спал в вечер. Потом проснулся, чай попил, и опять потек. А ты тренировался с МХЛ, КХЛ? Ну, там как были, неиграющие. Как парни вообще отреагировали, когда ты вернулся после такого тяжелого путешествия? Да никак сказать. Круто попутешествовал, страну посмотрел. Ну, так, в основном, шутки были, конечно. Да, то есть, в основном парня все-таки подкалывают. Ну, да, ну, о чем же? Только с юмором можно это вспоминать.